Дьявол, как дух, как простое существо, может запнуть и уязвить душу одним мгновенным движением помысла лукавого, сомнения, хулы, нетерпения, раздражения, злобы, мгновенным движением пристрастия сердца к чему-либо земному, движением лицезрения, любодеяния и прочими страстями. Может искру греха раздуть со свойственной ему хитростью и злобой в пламя, свирепеющая садскую силою во внутренностях человека. Надо держаться и всеми силами крепиться в истине Божией, отвергая ложь, мечты, злобу в самом их начале. Тот человек весь должен быть, внимание, весь око, несокрушимый во всех частях своих, твердый и неуязвимый. Слава! Слава победе Твоей, Господи! Так вот да побеждаю в державе крепости Твоей врагов невидимых и видимых во вся дни живота моего до последнего моего издыхания. О, простота веры! Не покидай меня! Не имей пристрастия не только к пище, к питью, к одежде, к просторному и благоукрашенному жилищу, к богатой утвари домашней, но и к своему здоровью, даже к своей жизни. Не имей ни малейшего пристрастия, предав всю жизнь свою в волю Господню. Мне, ежи жити, Христос, и ежи умрете, приобретение есть. Ненавидя души своей в мире всем, в живот вечный сохранит. Пристрастие ко временной жизни, к здоровью, ведет ко многим уклонениям от заповедей Божьих, к потворству плоти, к нарушению постов, к уклонению от добросовестного исполнения обязанностей службы, к унынию, нетерпению, раздражительности. Никогда не спи вечером пред вечерним правилом, да не одебелеет сердце Твое от неблаговременного сна, и да не запрет его враг окамененным нечувствием на молитве. Не допускай, чтобы дьявол вселял в сердце Твое злобу и вражду на ближнего. Не давай ей никаким образом гнездиться в сердце Твое. Иначе Твоя злоба, хотя и не высказанная на словах, но выраженная только во взгляде, может заразить через зрение и душу брата. Ибо ничто так не заразительно, как злоба. Особенно удобно заражает она тех, кто имеет в сердце избыток недремлюющей злобы. Раздуть в нем искру злобы в целое пламя. Где я найду истинного христианина, который бы самыми делами своими учил презирать плоть, как скоро приходящую, и прилежать о бессмертной душе? Где я найду такого возвышенного в духе мужа? На земле между живыми трудно найти, хотя и есть, конечно, такие мужи. Но в церкви, первородных на небесах написанных, в небесной церкви многое множество таких мужей, как звезд на небе. Отвервшись себя, как ветхого, растленного, погибельного человека, как разбитого сосуда, немогущего воды содержать, они взяли крест свой и последовали Христу. И весь живот свой предали ему, презрел плоть и мир, скоро приходящий. Они слышали глаголющего, какая польза человеку, а чьи мир весь приобрящет, и отчетит душу свою. И знали, что плоть и мир придут, и не будет их, что душа наша потому, между прочим, и бесценна, что она, будучи образом Божиим, бессмертна. И что потому мир весь ничего не значит в сравнении с душою, что он приходящий. Ибо небо и земля придут, по слову Спасителя. Да и на каждом шагу собственными глазами мы убеждаемся в проходимости мира. Ибо все на свете ходит и кружится, и стихии все в движении, времена года кружатся, как в хороводе. Люди одни рождаются, другие умирают. Одни женятся, другие лишаются жен. Одни строятся, другие лишаются своего жилища и имущества. Одни города обстраиваются и благоустраиваются, другие огнем пожираются и у пепел обращаются. Все, все на земле приходит, значит, и самая земля придет некогда. Если в доме все загорится, то и дом сам изгорит. Небеса и земля огню блюдома на день суда, и погибели нечестивых человек. Где же найдут истинных христиан, которые бы презирали все земное, как приходящие, и прилежали всеми силами о угождении Богу, своему бессмертному царю, о спасении душ своих? Где я найду такого возвышенного мужа, который бы презирал землю и все земное ради Бога, а не из призорства, и мужественно покорял своему уму или закону Божию все страсти и пристрастия житейские? Который бы ревновал ревностью Божией о спасении душ братьев своих со человеком и заботился о их просвещении, очищении, укреплении в вере и добродетели. Господи, воздвигни ты таких светильников на свешницы мира сего, на свешницы церкви Твоей, да проповедуют они славу Твою, да ревнуют они о славе Твоей, о спасении людей Твоих. Господи, все возможно Тебе. Да коли, Господа, Господи, суета мира сего будет кружить нас, да коли будем отвращаться Тебе, Создателя и Спасителя нашего. Яко же, хочешьи, Господи, устрои у нас вещь, когда чуждый, гордый, злой дух будет наводить на Тебя смущение перед чтением и во время чтения молитв Господу Богу или Божьей Матери. Представь тогда живо, что все предстоящая суть Дети Отца Небесного, Всемогущего, Безначального, Бесконечного, Всеблагого, и что Господь Отец их, и смело, мирно, радостно, свободно молись Ему от лица всех, не боясь ни насмешек, ни презрения, ни злобы людей мира сего, не будь лукав. Студясь лиц человеческих, не сомневайся искренне помолиться Отцу Небесному. Особенно молитву Господню читай с благоговением, мирно, не торопясь. Сколько христиан, которые говорят, верую в Бога, а делом не веруют. Сколько уст не имеют, когда нужно защитить в обществе славу Божию и святых Его, на которую наносят хулу, сыны века сего, и немеют пред ними. Иные молчат, когда нужно поддержать разговор о Боге или когда нужно остановить какое-либо бесчиние, дерзость. Многие говорят, верую в Бога, а случись беда, напасть, искушение, малодушествуют, унывают, иногда ропщут. И куда деваться? И куда девается вся их вера? Тут бы надо показать преданность воле Божией, сказать, якоже Господи, изволися так и бысть, буди имя Господне благословенно. А то, видно, они веруют в Бога только в счастье, а в несчастье отвергают Его. Если тебе приходится переносить сильные напасти, скорби, болезни, то не малодушествуй, не унывай и не ропщи. Не желай себе смерти, не говори дерзких речей пред всевидящим Богом. Например, таких, о, какая лютая скорбь, о, какая не по силам моим напасть, лучше бы уж умереть мне, или лучше убил бы я себя. Избавить тебя Бог от такого малодушия, ропота и дерзости. Но все это терпи, великодушно, как посланная тебе Богом за грехи твои. И с разбойником, благоразумным, повторяй, достойное по делам моим приемлю. Довзирай мысленными очами на страждущего на кресте Спасителя. Тот грех, на который ты не соизволяешь, не уменяется тебе. Например, невольное преткновение на молитве, помыслы скверные или хульные, непроизвольная злоба, с которой мы усердно боремся, скупость, с которой мы отвращаемся. Это все нападение злого духа. Наше дело терпеть. Терпеть, молиться, смиряться и любить. Молитвой часто называют то, что вовсе не есть молитва. Сходил в церковь, постоял, посмотрел на иконы или на людей, на их лица, на ряды и говорит, помолился Богу. Постоял дома пред иконою, покивал головою, проговорил заученные слова без понимания и сочувствия, и говорит, помолился Богу, хотя мыслями и сердцем вовсе не молился, а был где-то в другом месте с другими людьми и вещами, а не с Богом. Стоя или сидя, или лежа, и ходя, или в одре молясь усердно на молитве, иногда посещаемые Духом Божиим, и слыша глаз его, мы замечаем, что он проникает в душу не через рот и не через нос, не через уши, хотя через слово и дыхание подавал Дух Спаситель, и хотя вера от слуха, а прямо сквозь тело помолился Богу в сердце, как Господь прошел сквозь стены дома к апостолам по воскресенье, и действует вдруг как электричество, и быстрее всякого электрического тока, и тогда тебе делается необыкновенно легко, потому что вдруг разрешается твое время греховное, посещает тебя Дух сокрушения о грехах, умиления, мира и радости, смотри, как Ангел является запертой темнице ночью для освобождения Петра, двери заперты, стражи стоят у дверей, но вот Ангел вдруг предстал и во мгновение свет воссиял в храмине, так Дух Божий посещает мгновенно храмину души нашей, тело, и свет воссияет в нем, есть много таких молящихся, которые оказываются в суе, чтящими Бога, есть и такие мнимые и лукавые богомольцы, которые, почуяв в сердце и голове свои прилив скверных и лукавых мыслей, бросают тот час молитвы и бегут из церкви или от домашней иконы, когда будешь просить у Бога духовных дарований, например, премудрости, веры, надежды и любви, кротости и смирения, тогда вспомни, что ты образ и подобие Божие, что душа твоя есть как бы некоторый отпечаток Божества, и все богатство души заключается в Боге, как в сокровищнице, сокровище благих, откуда мы можем почерпать всякое духовное благо молитвы, веры, терпением и очищением себя от всякой скверны. Говори Господу, мой ограниченный дух исшел от твоего беспредельного всесовершенного духа, вот я беден, владыка мой, премудростью и разумом или верою, надеждой и любовью, кротостью и смирением, призри на желание сердца моего и даруй мне твою премудрость, твою веру непостыдну, надежду известну, любовь нелицемерну. Не будь мертв от сердца, не допусти сердца доленности, духовного сна, окамененного нечувствия, иначе горе тебе. Горе тебе, когда придется быть с таким сердцем в деле Божием, требующим труда сердечного и умственного. Всячески искореняй из сердца гордость, противящуюся Духу Святому и плотскую, и духовную. Она неприметно таится в сердце и ясно обнаруживается в обращении с ближними или во время молитвы. Господу Богу моему, Богу спасения моего восписую благодарственное. Предисповедью на страстной неделе враг запнул меня, поразил сердце мое теснотою, смущением и злым унынием. Но вот я помолился от всего сердца с верою несомненную ему. Богу спасений моих сказал Боже, Отче всеблаги, ты единородным твоим сыном, Господом нашим Иисусом Христом рёк, просите и дастся вам. Всяк просяй приемли, или кто вас просит у отца моего хлеба, камень подаст ему, коль ми паче отец ваш небесный даст благо просящим у него. Верую, ибо объемлю в сердце моем тобою реченное. Взываю ти, даст ми ды, ныне духа твоего святаго, да укрепить сердце моё к подятию труда исповеди, к благоразумному решению, иди вязанию совести человеческих, к терпению и благодушию, к любезному и назидательному обращению с моими духовными чадами. И что же, о Боже, милости, я всю исповедь провел прекрасно, спокойно, любезно, назидательно, безо всякого отягощения и беспокойной торопливости. Прославляю милостивую весницу всего благого Отца Небесного. Так и всегда нужно укреплять себя сердечную молитву к Отцу Небесному на всякий подвиг духовный, как Господь наш Иисус Христос молился пред явлением роду человеческому, пред избранием апостолов пред своими страданиями. Дух Божий везде. Мысленно пронесись по всему свету, везде увидишь дела его. Им оживляются люди, высшую жизнью, животные, птицы, рыбы, растения, везде тело и кровь Христовы одинаково чудеса делают, везде таинства силу имеют, а сила их Дух Святый. Дьявол иногда действует в уме как лукавый сопровопросник о непостижимом, как дерзкий посягатель на неприступные тайны трех лиц Божества, на их взаимные отношения. С благоговением и крайне осторожно нужно мыслить о троичности Божества. Вся елика и мать Отец моя суть, вся елика и мать Дух также его есть кроме исхождения, равно говори и об Сыне и об Отце, только отдели личные свойства, по причине их единосущее обращение свойств. Учитесь молиться, принуждайте себя к молитве, сначала будет трудно, а потом чем более будете принуждать себя, тем легче будет, но сначала всегда нужно принуждать себя. Веселюсь и восхищаюсь бесконечным совершенством Божества, веселюсь и восхищаюсь, что Божество в трех лицах, и каждое лицо самоипостасно. И есть Бог всесовершенный, един в трех, всемогущ Отец, всемогущ Сын, всемогущий Дух Святый, вездесущ Отец, также Сын и также Дух Святый, Жизнь Отец, Жизнь Сын, Жизнь и Дух Святый, Любовь Отец, Любовь Сын, Любовь и Дух Святый, радуюсь о Боге Отце, радуюсь о Боге Сыне, радуюсь о Боге Духе Святом, едином Божестве, едином естестве и силе, едином любящем нас, Боже Спасителе. Радуюсь, что каждому из трех лиц Божества усвояются особенные господственные действия, Отцу измышления и благоволения, Сыну осуществления отеческой мысли и благоволения, Духу Святому совершения и оживления. Как дьявол во мгновение уязвляет душу прирожением к сердцу какого-нибудь противозаконного пожелания или неправедного помысла, так Бог и его ангел-хранитель оживляют мгновенным притоком святых желаний и помыслов. Надо быть внимательным и благодарным Богу за его духовные дары света. Я немощь, нищета, Бог сила моя. Это убеждение есть высокая мудрость моя, пища и питье мое, Христос. Так говори врагу, прельщающему тебя сладостью врашен и желающему их для других. По святому Макарию нужно радоваться, что они истребляются другими. Через это меньше бремени на душе и легче восходить ей на небо. Когда приходят христиане в церковь помолиться Богу, то оказывается, что у них не один, а много Богов. Много кумиров и таким образом грешат против первой и второй заповедей. Иная или иной сам себе кумир самолюбия, где чье сокровище, там его и сердце. Как дыхание свое ты заимствуешь из воздуха и в воздух же его опять выпускаешь, так что ты всегда в воздухе и окружен им. И он тебя проникает, так и душа твоя от Бога. И в Боге опять возвращается, так что ты всегда в Боге и окружен им со всех сторон и наполнен им внутренне, как воздухом. Потому и сказано исполняйтеся духом. Как ежеминутно ты дышишь воздухом, так ежеминутно мысленно бываешь или с Богом, или с дьяволом, смотря по тому, каков ты по внутреннему расположению. Что воздух для тела, то дух Божий для души. Как из воздуха вдыхаешь нужное для питания твоего тела начало, так от духа Божия вдыхаешь в себя благие расположения и мысли. Я читаю Евангелие, тут не я говорю, а сам Господь, Он Сам в этих словах. Ведь Он Дух, премудрость или бесконечная ипостасная мысль. Он только Он в этих мыслях и словах Евангелия. Только Слово наше человеческое или лучшее и Слово Его же, а мысль сущность Его, истина Сам Господь. Также точно я вижу, например, крест или образ Спасителя. Опять тут Он Сам вездесущий мой Господь в этом лике или на этом кресте, как в Слове Евангелия. Образ Его на иконе или на кресте только внешний вид, а сущность Он Сам везде и во всем. И через все являющиеся, особенно через образы и знамения, на которых наречено достоклоняемое имя Его или самообраз Его. Так Он и в священническом крестном рукоблагословении является силою Своей, как бы Сам благословляет. Очень важно священническое рукоблагословение. И обыкновенное крестное знамение наше имеет также силу Божию, только делая его с верою. Так везде Господа можно обрести и осязать. Ащи семь раз падет и семь раз покается. Глаголя «Каюся, остави ему». Знает Владыка, как сердце ведет, что люди склонны к весьма частым падениям и падая часто восстают. Потому и дал заповедь часто прощать грехопадения и сам первый исполняет свое святое слово. Как только скажешь от всего сердца «Каюсь», тот час прощает. У каждого отнимите из вещей видимых то, что любит больше всего. попросите или отнимите у сребролюбивого деньги, у любящего пресыщения сладкую пищу, у честолюбивого и гордого некоторые преимущества, назовите его недобрым именем и увидите, что составляет упование каждого, какие у него сокровища, какая страсть, с какими постыдными страстями приходится иногда встречаться. Иногда человек привязывается нечистую любовью к человеку другого пола, дышит, питается им, так сказать. О, постыдная надежда, мерзкое сердце, отступившее от Господа. О, утвердившийся плотскую, слабую мышцу на подобном себе ничтожном человеке. Я покажу, кого тебе надо любить, отягчающий сердце свое объядением и пьянством. Покажу вам, кто должен наполнять сердце ваше, сребролюбивый. Покажу, у кого купить серебро разжженное, страстный до развлечений, до почестей, ищи почести горнего звания, до нарядов одеяния бела, одеяния правды табличешься. Грехи, противные упованию, отчаяние, уныние, самомнение, наказание за грех и мир совести после раскаяния в нем доказывают наглядно, что един есть судья, жизнодавец и Бог наш, могущий спасти и погубить нас, давший нам жизнь и законы жизни, карающие за нарушение их, и что Он неизменяем. Любовь Бог, если Бога любишь, Бог в тебе пребывает и ты в Боге. Злоба дьявол на мгновение озлобишься на ближнего и бес в тебе зайдет иголкой и постарается сделаться в тебе горой. Так он и расширяется и так он тяжел. Итак, люби постоянно Бога и ближнего, не допускай до сердца своего злобы ни на мгновение, считай ее бесовской мечтою. Злобы как огня бойся. Не из-за какого благовидного предлога, тем более из-за чего-либо тебе неприятного, не допускай до сердца. Злоба всегда злоба, всегда исчадие дьявола. Злоба приходит иногда в сердце под предлогом ревности о славе Божьей или о благе ближних. Не верь. И ревности своей в этом случае она ложь или ревность не по разуму. Поревнуй о том, чтобы в тебе не было злобы. Бог ничем так и не прославляется как любовью все терпящего и ничем так не бесчестуется и не оскорбляется как злобою, какую бы она не прикрывалась благовидностью. Пресыщение это лишение веры, сердечного умиления и молитвы, холодная бесчувственность, бессилие сердца для всякого духовного делания. Обнажение от благодати источник гордости, потеря смирения, отвержение высшей помощи, источник хулы на Бога и святых, ненасытимая жажда большего, недовольство тем, что имеешь лживость сердца, да не насыщая ложь буду. Если бы вы спросили очень много людей неверующих, не молящихся, не живущих по-христиански, преданных всяким порокам, ответ готов от служения чреву. Молитва вода живая, которой душа утоляет свою жажду. Когда молишься, представляешь, что как бы один только Бог и был пред тобою, Бог троичный в лицах, и кроме Него ничего иного. Представь себе, что Бог в мире, как душа в теле, хотя и бесконечно выше его и не ограничивается им. Твое тело мало, и все его проникает малая душа твоя. Мир же велик, и по всему творению Бог все наполняет, везде сый и вся исполняет. Господь так милосед, что не гнушается никогда нашей молитвою, но милость его приемлет всякую и несовершенное в ней исправляет. Только бы мы обращались к нему искренне, не совсем забывали бы его. Душа наша потому называется душою, что она дышит духом Божиим, то есть она так называется от духа животворящего. Дьявол имеет обычай нападать на нас в тесных обстоятельствах. Чаще приводи себе на память, что в тебе зло, а не в людях. В тебе. Таким убеждением совершенно истинным предохранишь себя от многих грехов и страстей. Беда наша часто в том, что мы свое зло приписываем другому. Не ешь до света, не спи до света, трудись с усердием, молись всем сердцем. При выговоре подчиненным за их неисправность тщательно воздерживайся от рвения, раздражительности и смущения. Будь кроток, исполнен любви, степенен и покоем. Если подлежащее исправлению обижается, кротко заметь ему, что ты вовсе не имеешь намерения обижать и раздражать его, а искренне желаешь ему добра и порядка в его деле, чтобы тебе противен не он, а беспорядок, который он производит. Не оскорбляй его самолюбие и человеческого достоинства, возвышая себя в глазах его и унижая его. Если ты имеешь эту слабость, гордость, лучше брось исправлять другого, а наперед исправься сам. Врачу исцелися сам. Мы должны положить жизнь свою за Господа и ближнего и не жалеть ее, а мы жалеем даже пищи, питья, одежды, денег, жилища, книг и других вещей этого земного праха. Лукавая и злая плоть наша ищет малейшего предлога к самолюбию, алчности, захвату, злобе врага. Чем кто благочестивее на того, тем более дьявол понуждает нас озлобляться, как Саула на благочестивого Давида. Кто чем святее на того возводит большую хулу, как, например, на честнейшую Херувимом и славнейшую без сравнения Серафимов. С предпроста сердечными побуждает возноситься простоту их веры, да и самые предметы их веры и благоговейного поклонения презирает. Слово Божие говорит, не упивайся вином, а вы кабачные все ее творцы, говорите, упивайтесь вином и настроили кабаков тьму к соблазну братья и своей, а еще в церковь ходите, пьете и дома молитесь языки своими льщаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих о множеству нечестия их. Изряния, якобы при огорчичах тебя, Господи. Если будешь с жадностью много есть и пить, то будешь плоть, а если будешь паститься и молиться, то будешь дух. Намерение по отношению к нам, Господа нашего Иисуса Христа, состоит в том, чтобы изгнать из сердец наших лож, лесть, гордость и злобу дьявольскую, и вместо того насадить свою истинную любовь, кротость и смирение. Если бы на каждой линии пространства мы изображали лик Господень, и тогда не сделали бы ничего лишнего, потому что Господь действительно находится весь на всяком самом малейшем и самовеличайшем пространстве. Если бы мы везде презрели Господа, то лучше бы и желать не нужно было. Мы поступили бы не более, как только по справедливости, ибо Бог всегда одеснуй у нас, где бы мы ни были. Так как Дух Божий есть грозная сила, страх и мука демонов, то демоны всеми своими адскими кознями противятся Духу Божию и хулят его. Так как Дух Божий есть Дух спасающий, Дух единения, любви и мира, то они всеми мерами противятся единению, любви и спасению людей. Из-за них произошло разделение церквей на восточную и западную. Заметьте, из-за догмата о Святом Духе и произошло разделение Римского Запада лютеранство, кальвинизм и англиканство. Из-за них раскол в нашей православной церкви. К слову, надо ли из-за раскольников не делать нужных благотворных преобразований в церкви? Надо ли делать, иначе посмеются над нами демоны? Уже ли мы допустим одолеть себя их злобе? Да не будет так. Итак, надо ли переводить Библию на русский язык? Сколько миллионов людей лишаются ее богатства из-за того, что она на непонятном славянском языке писана, когда русский перевод Священного Писания еще не был издан Священным Синодом. Еще демоны всячески силятся исторгнуть и исторгли из сердец христиан веру в Евангелие и в Церковь Христову, что есть также хула на Духа Святого. Всеми мерами стараются погрузить христиан в дела плотские и в скверны плотские, чтобы не пребывал в людях Дух Божий, как в допотопных людях. И не видим ли мы, что люди преданы сребролюбию, объядению, пьянству, распутству в огромных размерах, что у нас растление. Худо будет нам и может быть очень скоро. Еще духи злобы нападают на Духа Божия в мыслях и сердцах отдельных людей. Веру в Него колеблют. Горе нам, да не похулим Духа Святого Божия, животворящего Духа любви неизглаголанной. Доведаем все время живота нашего поклониться Ему и славить Его, как поклоняемся Отцу и Сыну, как славим Отца и Сына нераздельную и равную частью. Да почтим вселенский символ веры, это спасительное руководство в вере для верующих всех времен и мест. Да не оскорбляем ни единую мысль сомнения, живущего в нас и оживотворяющего нас Духа Божия, эту утробу Божию, бесконечно нас любящую, как Отец и Сын. Как хорошо побеждать страсти. После победы чувствуешь такую легкость на сердце. Мир величия. Не верь плоти своей, угрожающей тебе несостоятельностью во время молитвы. Лжет! Станешь молиться, увидишь, что плоть сделается покорной твоей бою. Молитва ее оживит. Помни всегда, что плоти лжива. Слава Духу Божию от Отца исходящему для оживления всякой твари и исполняющему всю вселенную. Слава Ему животворящему ангелов и человеков и всякую тварь. Слава Ему силе нашей, святыне нашей. Слава Ему соприсущному Отцу и Сыну. Мысль моя свободно проникает здание с их стенами, горы, моря, небо и землю. И по мысли человек узнает, горд он или смирен. Чем чувствительнее пламение молитва, тем он смиреннее, чем бесчувственнее, тем гордее. Никогда не отчаивайся в милости Божией, какими бы грехами ни был связан по искушению дьявольскому, но молись, молись всем сердцем с надеждой на помилование, толпцы в дверь милосердия Божия и отверзается тебе. Я грешный иерей. Пример тебе. Как я не согрешу иногда по действию дьявольскому? Например, иногда с враждою отнесешься к брату из-за чего-нибудь, хоть бы даже из-за правого дела. И весь расстроишься, и брата вооружишь на себя, и таинство святое совершишь недостойно, не по пренебрежению вольному, а по неготовности и действу дьявольскому. однако по раскаянии все владыка прощает, особенно по достойному причащению святых тайн. Как снег или волна, убедишься кровью Христовой. Мир пренебесный будет обитать в сердце твоем, и легко тебе будет сердце. Блаженным сделаешься, забудешь все возмущения, тревоги, тесноту дьявольскую, совсем новым сделаешься, и как будто из мертвых воскреснешь. Не отчаивайтесь, братья. Какие бы грехи вы ни сделали, только сердцем сокрушенным и смиренным покайтесь. Слава милосердию твоему Господи, слава долготерпению твоему Господи, велики наше нерадение и ленность на молитве. Мы всегда склонны молиться и молимся кое-как, лишь бы скорее закончить свое дело, торопимся, по верхам скачем, а в глубину сердца не заглянем. Оттого и молитва наша, как ветер, пошумит, пронесется, да и все тут. Когда покроет тебя тьма окаянного, сомнения, уныния, отчаяния, смущения, тогда призови только всем сердцем сладчайшее имя Иисуса Христа. В нем ты все найдешь и свет, и утверждение, и упование, и утешение, и покой. Найдешь в нем самую благость, милость, щедроты. Все это найдешь в одном имени, заключенном, как бы в какой сокровищнице. Чем вернее и сильнее средство, соединяющее нас с Богом, молитва и покаяние, тем больше направляет против него разрушительных действий противник Божий и наш, который употребляет для этого все, и расположенное к лене тело наше, и слабость души, ее привязанность к земным благам и заботам, сомнения, так близкое всем маловерие, неверие, скверные, лукавые, хольные помышления, тяжесть сердечную, помрачение мыслей, все направлено бывает у невнимательных действиям врага к тому, чтобы запнуть на молитве, на этой лестнице к Богу нас возводящий. Оттого весьма мало молитвенников искренних, усердных, оттого весьма редко и говеют, каются и причащаются христиане. Сила наша, душа наша невидима, в животных так же невидима, душа их, в растениях так же сила их, жизнь их невидима. Весь вещественный мир существует и движется невидимой силою, законами природы. В горних селениях есть небесные силы, чистые, чуждые всякой вещественности. Все небесное и земное, горнее и дольнее, приводится к единой всемогущей силе, производящей всякую силу на небе и на земле. И так всякая сила хвалит единую в трех лицах силу Отца и Сына и Святого Духа. А земнородные да восхваляют ее по преимуществу все связывающего силой любви, всюду распространяющую жизнь и блаженство. Новый человек обновленный, удовольствие находит в послушании, а ветхий человек хочет противиться и не покорствовать. И так да будет Господи воля Твоя принимают за выражение воли Твоей все, чего требуют поставленные надо мной власти, все, что со мною бывает, ибо ничто такое не бывает без Тебя. Ты ссы во всем, через всех и все, при покое, просторе, усложнении, плоть оживает со всеми своими страстями и наклонностями, а при тесноте, озлоблении и томлении умерщвляется со всеми своими страстями. Вот почему премудрость и благость Отца Небесного подвергает и душу, и тело наше тяжким скорбям и болезням. И вот почему нам должно не только благодушно терпеть скорби и болезни, но и радоваться в них больше, чем в состоянии душевного спокойствия, простора и телесного здоровья. Ибо, несомненно, худо душевное состояние того человека, который не подвергается душевным скорбям и болезням, особенно при обилии благ земных. Сердце его неприметным образом плодит из себя все виды грехов и страстей и подвергает его духовной смерти. Нельзя есть постоянно, курить нельзя, обратить жизнь человеческую постоянное ядение и питье и курение, хотя есть такие, которые постоянно почти едят и пьют. И вот дух лукавый обратил в курение уста, долженствующее благодарить и славославить Господа, сделав их пищу дымящуюся. Чем легче и меньше употребляешь пищи и питья, тем тоньше и легче делается дух. Долго я не знал во всей ясности, как необходимо укрепление нашей души от Духа Святаго. А теперь многомилостивый дал мне узнать, как оно необходимо. Да, оно необходимо каждую минуту нашего бытия, как дыхание необходимо на молитве и во всей жизни. Без укрепления его душа наша постоянно склонна ко всякому греху, значит, к смерти духовной. Она расслабевает, совершенно обессиливает от входящего в сердце зла и немощно становится для добра. Без укрепления Духа Святаго чувствуешь, как сердце подмывается от различного зла и готова ежеминутно потонуть в бездне его. Тут-то надо, чтобы сердце наше стояло на камне, а камень это Дух Святой. Он укрепляет наши силы, и если человек молится, он укрепляет сердце его в вере и надежде в получении просимого. Он воспламеняет душу его любовью к Богу. Он навевает на душу мысли светлые, благие, укрепляющие ум и сердце. Если человек совершает различные дела, он укрепляет сердце его сознанием важности и необходимости труда его и терпением несокрушимым, которое все трудности преодолевает. Он при обращении с людьми разных состояний и обоих полов вдыхает в него уважение к лицу человека, который есть образ Божий. кто бы он ни был искупленный кровью Христа Бога и отвлекает его сердце и внимание от его очень неблаговидной внешности тела и одежды, его грубости в слове и обращении. Он соединяет всех нас любовью, как чад Отца Небесного и во Христе Иисусе учит нас молиться. Отче наш иже иси на небесе. Когда тебя злословят и ты от того смущаешься и болезнуешь сердцем, то это значит, что у тебя есть гордость. Ее-то и надо уязвлять и выгонять из сердца бесчувствием внешним. Итак, не раздражайся насмешками. Источник Игумен Симеон Ларин Пробуждение Доказательство основных истин святой православной веры Оптина Пустынь 2004 год Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...